Приветствую народ, это Элзи. Знаете, игры до меня доходят чаще всего с опоздания. Какие-то на день, а какие-то на неделю, а какие-то вообще на несколько лет. Сегодня у меня проект вышедший на PS4 в 2017 году. На ПК же он вышел в 2020. Но игра разумеется покорила меня еще в году своего выхода. Я помню как я запустил чей-то стрим, вступление было невероятным. Я посмотрел где-то около получаса и выключил в надежде поиграть самому. Ведь тогда у меня не было PS4 и на тот момент не было даже и мысли о том, что она когда-то выйдет на ПК. Guerrilla Games до Horizon Zero Dawn делала Killzone. Про эти игры я знаю только из обзоров Антона Логвинова, поэтому они были прекрасны. Красивые шутаны на PS3, хотя первая часть вроде даже была еще на PS2. Ну ладно, это все не важно. Вернемся к Элой. Дальше будут спойлеры, так что если не хотите их, пролистайте главу про сюжет. Игра знакомит нас с еще маленькой Элой, которая почему-то является изгоем. В этом мире процветают племена, а в таком сеттинге всегда присутствуют изгои, которые потом, само собой, становятся лучше других. Ну, видимо, жизнь закаляет. Дальше, прийти с мной. Она изгородная, чтобы выстрелить. Там. Он... И, разумеется, существует способ пойти в людях, ради обряд, если ты займёшь первое место, станешь, так сказать, одной из нас. Девушки отдыхают. 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 хорошее. Но у меня бесит лечить. Спасибо за это наступление работы. Развитие истории происходит фантастически. В один прекрасный момент я заметил, что просто не могу оторваться. Хочу скорее узнать, что же там. Постоянно задаешь себе вопросы, пытаешься придумать, как именно все произошло, почему человечество пало. Ответ, разумеется, не то чтобы шокировал, но был идеален. Не знаю, возможно ли вообще рассказать свою историю лучше. Слушав голоса этих голограмм меня пробирала на мурашки, а кое-где и на слезу. Все, что скажу по этому поводу, Элизабет Собик, доступ разрешен. Великолепный сюжет, с прекрасным развитием, с логичным злодеем, с прописанным, надо мотивацией. Персонажи в целом мне очень понравились. Некоторые раскрыли хорошо, некоторых едва затронули. Но не было таких, которые бы прямо бесили или раздражали, что уже приятно. Финал сам по себе уже не был загадкой. Вы прекрасно знали к чему шли и знали, что случится. А вот несколько миссий перед финалом, это было лучшее время в игре. Поиск ответов на вопросы, это было воистину неподражаемо. Ответы лично меня порадовали. Я прям прочувствовал все, что вложили разработчики в эту историю. Прогулки по местам ушедшей, возможно кстати говоря, бесследно цивилизации. Ну и конечно же ответ на вопрос, почему и главное при каких обстоятельствах мир рухнул. Ладно, не буду вдаваться в подробности сюжета, все-таки в выпуске Shorts не совсем про это. Тут я даже не совсем знаю, что сказать. Играть было интересно. А больше всего, конечно, меня порадовало то, что противники всегда сильны. Ты не чувствуешь во время игры, что Эллои это какая-то машина для убийства. Она действительно охотник, это да. Но все-таки она не сможет голыми руками завалить огромного меха динозавра. Приходится использовать разные виды оружия, развивать их. Для некоторых противников приходилось придумывать отдельные тактики для победы. Сидеть, выжидать в кустах момента, когда враг подойдет в определенную точку, чтобы сработала поставленная вами ловушка. По сути, на каждом враге есть слабые зоны, причем нам это логично объясняют. Например, это топливный элемент, его можно отстрелить и он действительно отвалится, потом ты его поднимешь и будешь использовать в дальнейшем для крафта чего-либо. Также некоторые элементы защищены броней, для отстрела которой требуется отдельный боеприпас. Специальные стрелы с мощным пробитием брони. Или вообще небольшая бомба на стреле. Этот аспект безусловно удался на славу. Когда ты связываешь между собой несколько мехазавров, это реально очень круто. А привязать к земле огромного монстра, который эпично рухнет на землю, открыв слабые зоны, играть реально очень весело. Даже есть некое подобие стелса, в котором в общем-то работает исправно. Откровенных тупостей я не заметил, а при прокачке доспеха охотника, который повышает ваш показатель скрытности, становится еще приятнее. Лично я играл именно в этом доспехе, хотя и там есть секретный доспех, который гораздо мощнее по защите, но он очень шумный. Такие вот дела. Также в игре присутствует возможность модификации оружия и кое-какой крафт. Мы можем, например, расширять сумки для ресурсов, стрел, бомб и прочего. Можем разбирать всякий мусор, получать деньги за это. Меньше чем и торговца, но зато идти никуда не надо. Кстати, насчет ходьбы, также можно скрафтить набор быстрого перемещения. Также есть навыки для прокачки. Кое-какие основные, которые будут полезны всем, а дальше уже каждому под свой стиль игры. У меня кажется, что это около 40 уровня персонажа. Прокачено было даже больше, чем на самом деле мне было нужно. Например, замедленное прицеливание во время подката или прыжка, но это скорее больше для стиля, чем на практике, потому что лично мне это правда было не очень удобно. Короче говоря, играть реально интересно и за почти 30 часов геймплея особо скучно мне никогда и не было. В целом, неплохо. Есть различные зоны охоты, в которых водятся определенные монстры. Например, если вам интересен крафт, будет вполне не скучно охотиться на тех или иных меха зверух для нужных вам ресурсов. Также можно охотиться и на обычную живность. Для крафта, собственно, очень полезно. Отстреливайте вообще всю дичь, которую вы вокруг видите. Еще есть база разбойников, которую можно освобождать. Тогда там появится точка телепорта и торговец, а вам за очистку нацепят опыта и очков прокачки, но это не точно. Еще есть специальные убежища. Если коротко, то илой может приручать некоторых зверей. Одни просто сражаются за вас, а на других можно ездить, что довольно неплохо ускоряет ваше перемещение. Так вот, в этих убежищах в самой глубине есть итем для прокачки вашего копья, который и позволяет вам захватывать зверей. Чем больше вы откроете таких убежищ, тем больше зверей сможете приручить. Также там много раскрывается история мира, но это опять же не точно. Локации, конечно, очень красивые. Горы, леса, поля, все выглядит действительно хорошо. Некоторые и города, деревни тоже неплохо выглядят. Ну, типа меридианы, например. У меня просто такое рвение было поскорее узнать, что там дальше, что я не особенно обращал на это внимание, если быть откровенным с вами. Хотя кое-что мне, конечно, не нравилось. Иногда мне реально не нравились облака. Не знаю почему, хотя настройки выстроены были на максимум, но уж как-то крипов они выглядели. Что ж, поговорим немного о технической части данного проекта. Поскольку игра выходила в разные годы на разных платформах, то и графическая ее часть, разумеется, немного менялась. Лично я играл на ПК, но нашел в сети немало информации для того, чтобы понять разницу. По интерфейсу, а именно колесу выбору оружия, сразу заметно, что игра консольная, ведь на геймпаде выбирать из круглого окошка куда удобнее. А привычный набор цифр от 1 до 9 так и вообще невозможен без клавиатуры. Разработчики просто перенесли интерфейс как есть. Ну, повезло в общем-то, что мышкой выбирать тоже вполне удобно. Как обычно, консольные версии страдают нехваткой видеопамяти, из-за чего дальность прорисовки, как на ПК на них невозможно. На видео явно заметно, как с дальних планов исчезают заборы и прочие детали мира. Сам по себе мир в игре бесшовный, поэтому загрузка нас встречает только при быстром перемещении, ну и разумеется при входе в игру. Честно говоря, графика на ПК версии безусловно лучше, однако лично для себя я заметил, что Guerrilla Games выжила из консоли все соки. Игра не выглядит ущербно, картинка все еще завораживает. Нельзя не сказать про качество текстур. Тут, разумеется, ПК показывает наилучшие результаты. Даже моим невооруженным взглядом ясно видно, где картинка лучше. Также нельзя не заметить огромную разницу в работе со светом. Тени, блики, свет от луны. На ПК это выглядит невероятно красиво и четко. Консоли в этом плане очень сильно уступают. Если вы любите исследовать мир и созерцать пространство вокруг себя, я бы советовал вам ПК версию. Персонажи гораздо более приятно выглядят на ПК, нежели на консолях. А ведь в этой игре все катсцены проходят в одном и том же формате. Лица персонажей крупным планом, чтобы вы могли рассмотреть анимацию. Кстати, об этом расскажу немного о том, что мне не понравилось. Во-первых, анимация и лица. В целом неплохо, но и в некоторых местах прямо аж бесит. Актеры озвучки выдают невероятно сильную эмоцию, а лицо Элой выглядит так, словно она бабочек созерцает. Странная хрень. Во-вторых, иногда встречаются непонятные косяки. Например, открытие дверей. Элой делает это с помощью копья, но очень крипово. Копье входит куда-то внутрь двери без каких-либо эффектов. Потом Элой дергает его и дверь рассыпается. Не очень, если честно. Вообще двери довольно стрёмные. Хорошо, что их мало, а такая, которую можно туда-сюда открывать и вовсе одна на всю игру. По поводу самой работы игры у меня, она почти всегда держала стабильные 60 кадров. За исключением некоторых моментов, причем непонятно почему там происходила просадка частоты, так как окружение в этот момент было не то чтобы сильно выдающееся. Вероятно, я не слишком силен в таких вещах, однако было бы неправильно не сказать вам об этом. Итак, чем же можно все это подытожить? Если вы каким-то образом пропустили эту игру так же как и я, обязательно посмотрите на нее. Дождите скидок в магазинах или вообще посмотрите у любимого стримера. Она однозначно стоит вашего внимания. Не все конечно идеально, но ведь вроде в этом году выходит вторая часть и уж она-то наверняка будет еще лучше. Наслаждайтесь играми, с ними можно прожить множество жизней.